Здравствуйте! На связи адвокат Павел Тылик. И сегодня мы с вами поговорим просто о наболевшем. Ну, о наболевшем, о том, что связано с услугами адвоката. Первое, да, часто задаваемый вопрос, который задается адвокату, ну, мне в том числе. Можете ли вы гарантировать результат? Ну, во-первых, да, я на этот вопрос отвечаю следующим образом. Вообще, вот, в соответствии с кодексом об адвокатской этике, гарантировать результат адвокату вообще в принципе запрещено. Да и вообще, адвокат, это же не судья, да, то есть, и в этом случае, каким образом можно гарантировать результат? Потому что результат, успех в деле будет зависеть от многих составляющих. Вот вы придите к врачу и скажите, а вы гарантируете за то, что я вам заплачу деньги, что вы меня вылечите? И любой врач вам скажет, что успех лечения зависит от состояния, от степени запущенности болезни клиента. Так же и здесь. В других случаях, ну, в некоторых случаях, и я сегодня поставлю, сделаю вставочку вот в этот ролик, да, некоторые адвокаты гарантируют, но в этом случае они, или юристы гарантируют, не буду говорить, что адвокаты гарантируют, да, юристы гарантируют и кичатся своими связями, что типа у них есть связи. И в этом случае они типа гарантируют. На самом деле, по жизни, я вам сразу скажу, что ничего они не гарантируют. И гарантированный результат, ну, он просто в принципе невозможен. Ну, если вы не верите мне, ну, проверьте, испытайте все это на своем опыте. Это как бы первый момент, на чем я хотел остановиться. Посмотрите ролик, отрывок из ролика, который я предлагаю о гарантиях. В нашем распоряжении оказался договор на оказание юридической помощи. Главные действующие лица, прописанные в документе, адвокат Эльман Пашаев и его на тот момент подзащитный. Самая любопытная деталь в бумаге значится в пункте 3.3. Оказывается, подзащитный уже может надеяться на определенный исход дела. В документе от 3 февраля 2014 года клиенту обещано, что он точно не отправится отбывать срок в колонию. И выплатит штраф в рамках закона. И вот вышла неувязочка. Срок оказался реальным. Эльман Пашаев сказал, что решение его вопроса равносильно его выходу утром за газетой. Настолько это просто. Но дорого. Дорого не потому, что он такой дорогостоящий адвокат, а потому, что такие дорогие коррумпированные судьи, прокуроры и так далее, которым он эти деньги понесет. Объявил он ему 5 миллионов рублей. По словам нового адвоката, шокированного приговором коммерсанта, подзащитный не мог не довериться Эльману Пашаеву. Уж слишком хорошо тот умеет убеждать. Создавал иллюзию таких возможностей. Делая вид, или общаясь, или делая вид, что общается по телефону, называя своих собеседников то товарищ генерал, то ваша честь. Вот так, да? Ну и эту иллюзию ему удалось сформировать. Человек достаточно легко расстался с этим 5 миллионов рублей. Между прочим, они у него не валялись, да? Там он продал квартиру. Второй момент, на который я хотел бы обратиться, это на том, что иногда... А! Что некоторые клиенты, которые обращаются ко мне, вдруг начинают говорить, что я не действую как-то вот прямолинейно, не действую вот в лоб, по закону, и как бы требуют, иногда требуют просто каких-то активных действий. Ну, к примеру, пришло письмо с запросом о предоставлении документов. И мы видим, что вот этот запрос содержит незаконное требование. Может быть и законное, но необоснованное требование. Просто со ссылкой на закон ОВРД, со ссылкой на закон о полиции. И в этом случае я понимаю, да, мы можем послать сотрудников правоохранительных органов. Но в этом случае мы должны понимать, что у клиента могут возникнуть другие проблемы. К примеру, оперативники приедут и изымут те документы, которые они запрашивали. Да, вы потом сможете обжаловать их действия, вы потом сможете в суде признать такие действия незаконными, сможете вернуть эти документы. Но скажите, чего вам это будет стоить? Сколько денег вы затратите? Сколько времени вы затратите? И сколько вообще ваше предприятие будет парализовано в результате таких действий полиции? А ваши работники будут деморализованы? И часть работников даже может и уволиться. Ну, в практике мои такие случаи были, когда работники пугались, думали, что здесь вообще, так сказать, но какие-то преступления совершаются, и поэтому увольняются. Вот это второй момент. Поэтому, когда я разговариваю со своими клиентами и рекомендую им что-то делать, я как бы учитываю все возможные последствия написания такого документа. И что происходит в некоторых случаях? А в некоторых случаях клиенты делают следующее. Они звонят в другую юридическую компанию, они звонят другому адвокату, и он говорит, слушай, да это требование незаконно, давай напишем вот такой ответ сотрудникам полиции. Они пишут такой ответ сотрудникам полиции. И в некоторых случаях наступают, но очень неблагоприятные негативные последствия. И еще один момент, на который я хотел обратить внимание, но просто тоже наболело. Обращается клиент, то есть с него взыскивают денежную сумму, ну допустим, 5, 10, 20, 30 миллионов рублей взыскивают. Он не поставил какой-то товар. И клиент мне говорит, слушай, а ты можешь представлять мои интересы и отбить, ну хотя бы уменьшить сумму долга. И сколько твоя услуга будет стоить? Я отвечаю, что стоимость моей услуги будет зависеть от того, что нужно сделать. И я задаю встречный вопрос. Скажи, а ты когда получил денежные средства от своего покупателя, ты эти денежные средства направил на приобретение товара? Или ты приобрел что-то в надежде на то, что ты это что-то перепродашь, и затем от перепроданной, от вырученной суммы, от вот этих перепродаж, приобретешь вот этот товар для своего первоначального покупателя и, так сказать, его поставишь. И клиент, ничтоже сумняшися, да, говорит, да блин, я не приобретал товар для поставки. И я тогда говорю, что, ну брат, у тебя же получается проблема-то, которая заключается совсем в другом. Она заключается в том, что фактически тебя могут привлечь сейчас к уголовной ответственности по составу 159. И уже сама услуга... То есть я, конечно, могу услугу оказывать, связанную с арбитражным, с представлением интересов в арбитражном суде, но проблема-то у тебя гораздо шире. Ну вот, рассказал вам о наболевшем. Сказал, вот какие проблемы я, с какими проблемами я сталкиваюсь при оказании услуг. И хотел бы, чтобы многие это понимали и, возможно, если столкнулись с такой ситуацией, понимали, в чем суть этого и доверяли своим адвокатам-представителям. На это у меня все. Если будут вопросы, звоните, пишите, ставьте лайки. Всем удачи и пока! С вами был адвокат Павел Тылик. Субтитры создавал DimaTorzok